Продаватель политологии в университете Радгерс, Нью-Джерси. Сергей, здравствуйте. Благодарю вас, что вы с нами. Добрый вечер, Гарри. И я рад приветствовать также Линкольна Митчелла, политолога, профессора и научного сотрудника Института по исследованию проблем войны и мира. Линкольн, здравствуйте. Благодарю вас, что вы к нам присоединились. Сергей, скажите, пожалуйста, США ведь не извинялись даже перед Францией. Появилось лишь сообщение, что лидеры двух стран согласились, что для разрешения ситуации нужно вести диалог. На ваш взгляд, Байдену точно не следовало извиниться перед Макроном? Ну, понимаете, Соединенные Штаты — это 20% мировой экономики, а Франция, не знаю, в районе 1-2%. То же самое по военной мощи. Поэтому очевидно, что когда имеет место дело взаимодействия стран с двумя совершенно разными калибрами, Байден может себе позволить не извиняться перед Макроном. Линкольн, на ваш взгляд, правильно ли поступил Байден? Ну, я думаю, чтобы понимать, что здесь разногласия представляются как вопросы о контракте, подлодок и так далее. Но на самом деле, сущность здесь в том, что идет противоборство с Китаем, так что у Байдена свой контекст, и он отличается от французского. У Байдена есть политика, которую он хочет преследовать, чтобы заработать сильных союзников в регионе, которые могут помочь и сдерживать агрессию Китая. Так что Байден получил то, что хотел, и, может быть, Франция и расстроена. Но что конкретно они будут делать, непонятно. Есть динамика развития между двусторонними отношениями между Францией и США, но я бы, думаю, не сказал, что это какой-то разрыв. — Линкольн, помните, вы давали мне интервью для специального репортажа, посвященного 20-й годовщине 11 сентября? Совершенно классное, мощное интервью. И вы тогда сказали одну очень интересную мысль, что Америка, по крайней мере, до терактов 11 сентября, где-то в 90-е, допустим, годы, демонстрировала некое имперское поведение. И, на ваш взгляд, вся история с Альянсом Окус, с Австралией и с Великобританией, не иллюстрация ли это того самого имперского поведения, о котором вы говорили? — Что ж, конечно, можно рассматривать ситуацию таким образом, и все это происходит на фоне выхода США из Афганистана. И весь мир наблюдает за этой ситуацией, когда Байден говорит, что он больше не хочет участвовать в долгосрочных войнах, а теперь раскручивает спирали взаимых обвинений с Китаем. Я думаю, что нужно перефразировать немного вашу идею и сказать, что в США есть долгосрочная внешняя политика, которая поддерживается демократами и республиканцами, что США имеет право находиться в любом регионе планеты, если на это есть необходимость. И, учитывая то, как развивается Китай, я думаю, что наличие ядерных подводных лодок в Австралии — это, естественно, необходимости данности. Но тут еще нужно понимать, что отношения между США и Китаем тоже весьма запутанные, поскольку есть взаимные преимущества, но Австралия все-таки давний партнер США в данной ситуации. Сергей, Байден ведь не извинился и за Кабул. У вас нет ощущения, что он не способен признавать свои ошибки и оказался не таким гибким, как это прогнозировалось? Во всяком случае, мне он представлялся довольно гибким политиком раньше. И не кажется ли вам, что по степени упрямства он, возможно, превзошел даже Трампа? Смотрите, Байден действует в традициях американской внешней политики. Если мы помним историю, как Соединенные Штаты по ошибке сбили иранские гражданские самолеты, погибли сотни человек, Соединенные Штаты тогда тоже не признали свою вину и просто выплатили определенного рода компенсацию. То есть Байден в этом смысле совершенно традиционный американский политик, который действует со сложившимися ценностями американской дипломатии и ее поведения во внешнем мире. Поэтому говорит, что он гибкий, не гибкий. Он просто стандартный вашингтонский политик. Что его отличает? Это его приверженность тем обещаниям, которые он дал и тем принципам, которые он изначально придерживался. Опять же, все знают, что когда решался вопрос во время администрации Обамы выводить войска или нет, Байден выступал за вывод войск. Его не послушали, он стал президентом, он войска вывел, несмотря на какое-то недовольство и какую-то критику. То есть здесь он человек довольно принципиальный и ведет себя в соответствии со своими принципами. По поводу разногласий с Францией. Сергей, как вы полагаете, Франция может каким-то образом отомстить, на чем-то отыграться? Или Франция не в том положении и не та страна, которая может как-то отыгрываться? Ну, теоретически, уже десятилетия идут разговоры, что у Европейского Союза должны быть, например, свои собственные вооруженные силы. И это должна быть какая-то история отдельная от НАТО. Такие разговоры ведутся, но до сих пор никакого решения нет. И периодически Франция какую-то фронту такую проявляет. Еще помним Деголель, который вышел из военного именно компонента НАТО. Помним, что Франция не поддержала Соединенные Штаты в войне в Ираке, и второй в войне в Ираке. Поэтому это такая относительно традиционная французская история. Вот Саркази, правда, был довольно такой проамериканский президент. Но, в принципе, в политических традициях Франции пытаться как-то противостоять Америке. Ну, в таких вот очень мелких вопросах и делать такие дипломатические фии. Линкольн, вы как считаете, Франция может каким-то образом отомстить Америке? Знаете, в Франции нет никакой возможности как-то отомстить Американцам. Никакие санкции они ввести не могут, боевать они тоже не собираются. Но США, естественно, тоже себя не должны вести таким образом по отношению к Франции. Вывод, посла из Америки, конечно, это же сильный ход, но на самом деле это фактически блеф, потому что они ничего не могут сделать. Что ж, Франции также нету никаких рычагов на Австралии и Великобританию, но Франция, как и многие другие страны в Европе, понимает, что, во-первых, ситуация по США внутри страны довольно нестабильная, и мы больше не такой доверенный партнер, каким были раньше. И, во-вторых, Китай растет, и французам нужно держать это в уме, поскольку разрыв отношений с Китаем в угоду американцам, это может действительно повредить Франции, ведь Франция — это отдельная страна, у них есть отношения и с Китаем, и с Америкой. Так что если есть какой-то конфликт между Америкой и Китаем, я не думаю, что американцам захочется спрашивать французов на чьей они стране. — Линкольн, Сергей Костяев сейчас очень своевременно и интересно копнул в историю. Это действительно не первое расхождение во взаимоотношениях США и Франции. В 2003 году Франция действительно выступала против войны в Ираке. В 2013-м Франция выступала за бомбардировки Сирии, а Обама не стал Сирию бомбить. США, опять же, выступали против контракта между Францией и Россией о поставках Москве вертолетоносцев «Мистраль». Насколько в целом, на ваш взгляд, прочен союз Парижа и Вашингтона? Это друзья или это, скорее, партнеры по обстоятельствам? — И друзья, и партнеры, но ничего не выщено в камне. Возвращаясь к Ираку, какая-то часть политиков в США выражала недовольство действиями французов, но не думаю, что это как-то повлияло на долгосрочные отношения между иностранными. Не думаю, что на Францию это также повлияло. Но французы, естественно, не хотят воевать словесно или на деле с американцами. Они хотят оставаться в НАТО, им нужна безопасность, вернее, ее гарантия. И я думаю, что разногласия между Францией и США сейчас действительно присутствуют, но не думаю, что это какой-то обрыв куповины. — Сергей, а как вы считаете, Россия может каким-то образом сыграть на разногласиях США и Франции сейчас? — Ну, если смотреть дистанцию между Москвой и Парижем, и дистанцию между Москвой и Вашингтоном, очевидно, что она совершенно чудовищная. И вряд ли... Это, например, не ситуация какой-нибудь там Венгрии. Или, может быть, да, вот Венгрия, например, с Урбаном, таким довольно правым политиком. То есть вряд ли Москва имеет какую-то политическую возможность в это дело встрять, поскольку очевидно, что ситуация с Востоком Украины, ситуация с вмешательством в выборы и прочие-прочие моменты, они до сих пор важны в российско-американской повестке. И вряд ли у России есть какой-то, какой бы то ни был шанс как-то поиграть на этом поле. — Ну, а Макрон может на этом поле поиграть каким-то образом сам? Подать там, если не руку, не знаю, палец Москве. Дать понять Байдену, что смотри, я тут могу потихонечку и с русскими. — Ну, опять же, понимаете, Россия сейчас настолько такая империя зла. — Да, в западном мышлении. — И во Франции тоже? — И во Франции тоже. — Ну, я, если честно, больше читаю американскую прессу, поэтому... Но, в принципе, как мне кажется, Россия — это такая империя зла. И поэтому заигрывать как-то с Россией могут тут какие-нибудь правые политики в Восточной Европе, но не с Западной Европы. — Марин Лепен, опять же, кстати, вспоминаем, и с Западной Европы, но... — Ну, она не влияет на внутреннюю политику, на внешнюю политику Франции. — Это правда. Это правда, Линкольн. Ваше мнение, может ли этой ситуацией сейчас как-то воспользоваться Россия? Ну, через Макрона. Макрон, допустим, захочет сделать какой-то жест, показать Вашингтону, что вот я могу дружить с Россией, раз ко мне так относятся. — Макрон не собирается такими вещами заниматься. Я думаю, что Макрон действительно достаточно разумный политик, чтобы починить легкий разлад в отношениях между США и Францией. Он хороший прошлый посол и уже умеет решать такие разногласия. Я думаю, что это очевидно, что Франция будет в выигрышном положении от дружбы с Великобританией и США, нежели чем от отношений с Россией. — Линкольн, можно ли считать, что Байден и Макрон уже помирились, что конфликт исчерпан? — Не знаю, что происходит между ними на личном уровне. Я думаю, что это оба весьма опытные политики, и они знают, как вокруг этого танцевать. — Сергей, вы как считаете, Франция и США применительно к Альянсу Окус этот конфликт в прошлом, конфликт исчерпан? — Ну, давайте посмотрим, когда все-таки вернется французский посол Вашингтон. Вот когда он вернется, мы, наверное, скажем, да, он исчерпан. Вот пока не вернулся, французы показывают свое дипломатическое фи. — Спасибо вам большое. Сергей Костяев, преподаватель политологии в университете Радгерс в Нью-Джерси. И большое спасибо Линкольну Митчеллу, политологу, профессору и научному сотруднику Института по исследованию проблем войны.